всем привет на линии григорий комов вы смотрите новый выпуск моего кино дайджеста посмотрели на неделе уже 32 по счету боже мой как быстро летит время еще немногое будет уже год моему каналу год с момента как вы меня смотрите и поддерживаете но большинство из вас присоединилась сразу и сразу же проявили интерес к моему так сказать ютуб творчеству и я этому очень очень рад большое вам спасибо но мы с вами как-нибудь это обязательно отметим у меня уже есть идеи есть планы встретиться посмотреть какую-нибудь крутую киношку на большом экране закусочки и беседы приятное время препровождения я думаю будет очень хорошо для самых скажем так заинтересованных и самых поддерживающих меня подписчиков вот ну а сегодня будем говорить про кино на самом деле у меня еще идет отпуск я обещал что в июне не выпущу ни одного ролика но как видите не могу уже без этого знаете это вот превратилось в некий обязательный атрибут моей жизни то что меня поддерживает то что дает мне ресурс я ведь парень ты не очень общительный я ну такой довольно скромный замкнутый образ жизни веду да вот но все мы существа общественные всем нам нужна поддержка всем нам нужна близость и взаимодействие с единомышленниками и через youtube я смог их найти черт возьми и это очень-очень здорово спасибо что вы со мной давайте сегодня поговорим про кино не выдержал я отпуск без видео ну что ж вам-то только лучше будет чем себя занять глядишь посоветую какую-нибудь интересную киношку посмотрите на досуге порадуйтесь вместе с близкими все погнали смотрим интересный комментарий прочитал под прошлым выпуском что типа ага ты посмотрел значит видеодром канал и у тебя список фильмов обозреваемых в даджести очень похож на то что вот видеодроме было в последнем видео но я человеку госуша какой да действительно смотрю видеодром видеодром один из моих любимых каналов вот не знаю как зовут главного но в общем тебе привет ты очень крутой контент делаешь честное слово вот и я действительно смотрел последний ролики правда спросил человека слушай а какой фильм я из этого списка стащил ну человек даже ничего не ответил ну да и хрен с ним может быть просто хотелось сказать может быть одиноко и хотелось пообщаться да но действительно последние ролики видеодрома там вспоминали забытые фильмы восьмидесятых преимущественно хорроры и вот этот вот фильм вот этот вот вспомнили я усмотрел давным-давно причем за всю свою жизнь я усмотрел ровно два раза первый раз я усмотрел в глубоком детстве вот ну там я не знаю лет восемь девять вот на второй раз уже осмысленно пытаясь ну то есть я помню какие-то фрагмента в этом фильме есть фрагменты которые невозможно забыть вне зависимости от того как вы отнесетесь к этой киношке ну как бы там некоторые вещи некоторые кадры они останутся с вами скорее всего навсегда вот второй раз пытался вину я искал этот фильм по крупицам знаете когда вот некоторые группы вконтакте там люди рассказывают что помнят какие-то кадры какие-то моменты из фильма ну а знающий контингент подсказывает да там что это за фильм вот я также нашел фильм экстра экстра британская фантастика в принципе на это было закончить из-за того как сумасшедшие англичане по-своему видят чужого да хотя или скотт тоже англичанин черт возьми но американское производство хотя здесь полуамериканское производство потому что продюсер роберт шей роберт шей человек который дал жизнь new line cinema и фредди крюгеру в частности такой известный продюсер жанрового кино так вот фильм экстра нам показывают непонятно что то ли это научная фантастика то ли хоррор то ли семейная драма но на самом деле все вместе это как-то фильме экстра уживаются начинается того что папа с сыном солнечный летний день играют в мячик у себя во дворе в летнем домике все довольны все счастливы прям такая семейная идиллия вдруг вспышка день сменяется ночью какие-то там спецэффекты световые папа исчезает ну мальчик прибегает домой говорит мама папа исчез мам сначала очень понимает ну а потом делает закономерный вывод что папа просто свалил на самом деле такие папа бывают как выяснилось вот у стивена кинга например папа тоже вышел за хлебом а вышел сигаретами не вернулся то есть ну бывают видимо такие случаи хотя по мне так это ужасно я я не представляю как можно бросить своего ребенка вот так вот взять и уйти на это же каким человеком то надо быть я не знаю что там в голове ну да ладно в общем проходит три года мама находит себе нового мужика соответственно думаю что пропал муж пропал да печально хреново ну жить как-то надо сын и все твердит что папу похитили значит что папа жив папа вернется действительно прилетает с неба неведомая херня неведомая херня это жуткий мерзкий отвратительный мутант вот ну собственно он тут же быстро оприходовать первую попавшуюся женщину и из этой женщины очень короткие сроки вылезет нечто и это нечто снова превратится в папу короче и папа значит возвращается домой ни с того ни с сего и здесь начинается драма драма потому что жена в ужасе и в растерянности она не понимает что делать ну она любила этого мужчину да он ее муж и так далее немного лет прожили вместе но у нее уже другой мужчина она ему не доверяет она все пытается понять там была у нее любовница куда он делся он ничего не помнит ну или делает вид но потом начинает вспоминать вот начинает убивать собственно заражает своего сына сын тоже начинает обладать определенной силой и здесь начинается психоделическая часть потому что фантазии ребенка оживают игрушечный клоун оживает здесь какой-то раскрашенный под клоуна карлик совершает всяческие убийства с помощью юлы игрушечной короче ребят если ну я не знаю там я просто слова теряю сейчас вспоминаю кадры и знаете у меня прям ну какой-то шок такой внутренний настолько крутой этот фильм и настолько он вне категории настолько он невозможный с точки зрения навешивания ярлыка определение конкретного жанра опять же семейная драма отлично поставлена да актерам веришь все переживают вот муж пропал потом вернулся в соединение семьи которые уже ну не тают что-то между ними там происходит что-то новому мужчине надо объяснять до которого она тоже несомненно любит но в то же время есть ребенок который к отцу тянется ребенок значит становится заражен инопланетной хернёй короче у него там игрушки оживает но начинает фантазировать и это все сбывается например он конфликтовал с соседкой ребенок конфликтовал с бабушкой соседкой игрушечный солдатик ожил и застрелил бабку чтобы не выпендривалась прямо такая гигантская кукла пришла с ружьем ну это все такое такое странное такое сновиденческое какое-то сюрреалистическое я не знаю как это еще назвать ну блин оно так классно смотрится просто ну не знаю вот моя супруга ксюша она сказал блин бред сумасшедшего просто для чуваки что-то обожрались каких-то запрещенных препаратов и что-то там наснимали а мне кажется наоборот в этом есть какая-то простроенная драматургия абсолютно четко понимание авторов чего они хотели показать то есть четкая логика повествования и так далее блин потрясающее кино ну как минимум это интересно рассматривать как некую аллегорию когда семья распадается и причина распада причины ухода там мужа да они настолько неясны настолько сложны что оно может оказаться настолько же невероятным как и похищение пришельца ну не знаю как то так ребят в любом случае это очень необычное кино посмотрите его обязательно рекомендую всем кто кинематографом увлекается оно не развлекательное фильм на сказать 82 года понятно что в техническом плане и в плане киноязыка она устарела но если вам нравится 80 если он нравится практические спецэффекты изображающие всевозможную физиологическую мерзость сюрреализм семейная драма депрессивный тон фантазии ребенка в кошмары ребенка воплощающийся в жизнь попробуйте попробуйте посмотрите я лично остался доволен я знаю что это у фильма есть вторая третья часть их я не видел и на следующей неделе обязательно посмотрю и поделюсь с вами а пока экстра смотрите следующий фильм мультфильм точнее ну сейчас все видите на мониторах раньше я мог сделать какое-нибудь словесное вступление а потом постер вот здесь появлялся да сегодня решил записать видос на своем рабочем месте а значит можно и на монитор и выводить сразу постеры плохие парни мультфильм внезапно 2022 года мне часто задают вопрос гриша ты только фильмы ужасов смотришь да ответ нет потому что я смотрю такие мультики с удовольствием смотрел ли ты плохие парни чаще всего имеют ввиду новую часть фильма с этим с виллом смитом эго что досмотрел я имею ввиду вот этот вот мультик вот потому что младший сын не посмотрел слушать пап я хочу посмотреть плохие парни ягода слушай там крутые негритянские актеры но тебе типа 7 лет как бы разновато там про секс и про прочее такой не не говорит не фильм мультик ягод ты чё-то путаешь нет ведь есть мультик к плохие парни ну полез нашел скачал увидел победил и моего короче посмотрели всей семьей и оказалось очень-очень неплохо я не то чтобы поклонник анимации но это чуть прошло мимо меня и все равно какие-то большие хиты типа там кунг-фу панда четвертая ну еще какие-то мультфильмы постоянно смотрим там англиберс мы ходили вторую часть сейчас на головоломку 2 пойдем вот ну стараемся какие-то такие большие мультсобытия не пропускать а плохие парни прошли мимо и я подумал что блин ну наверное это что-то такое проходное нам показывают такую воровскую команду а-ля друзья оушена состоящие из зверят у нас мега карманник волк взломщик сейфов змея мастер маскировки акула мускулы и сила значит боевая единица это пиранья который еще постоянно пукает и очень умная хакерша тарантул ну мисс тарантул девушка вот они грабят всех без разбору в общем-то с популярные преступники очередное ограбление идет не по плану значит самому главному филантропу города хомяку вручают приз статуэтку золотой дельфин ну наши пацаны решают ограбить но в общем то не получается их ловит и вот это значит мега филантроп хомяк и мэр города делают мегабанде предложение типа ребят давайте вы научитесь быть хорошими вы будете работать во благо города значит вы всем продемонстрируете как вы справились там будете котиков снимать с деревьев там бабушкам помогать и так далее вот ну тогда сможете значит получите полную амнистию и не сесть в исправительное заведение главарь банды волк соглашается хотя в глубине души он все же хочет ограбить и получить эту статуэтку золотого дельфина они притворяются хорошими ну и в какой-то момент выясняется что они хорошие на самом деле нравится выясняется что наши герои не самые плохие что в этом городе действует гораздо более темные хитрые и хитрые силы вот ну честно говоря я сразу догадался кто злодей уж не знаю не то чтобы я как бы хвастаюсь да это детский мультфильм понятно что это несложная детективная головоломка но я увидел самого доброго персонажа этого сраного филантропа простите за спойлер такой вот он злодей ну и да я вроде сейчас спойлерю это нехорошо но с другой стороны ребят ну вы тоже догадаетесь что самый добрый вот такой нарочито показушно добрый зверек но что-то с этим не так да тут как в жизни когда видишь прям идеальных людей создающих идеальную картину носящих идеальную маску да ну что прям вот все у меня там и семья и бизнес и вот посмотри на мой инстаграм и тут вот значит я отдыхаю здесь отдыхаю там сожрал вот здесь краба там амара вот здесь труфелями потёрся сразу становится ясно там с башкой какая-то беда таких людей лучше держаться подальше вот потому что люди они сложные они разные у людей бывают противоречивые чувства реакции и так далее и хорошо когда люди честно могут хотя бы сами себе сказать что они себя представляют вот окажущиеся сограждане пусть продолжают казаться не на всех это показушность работает слава богу мультфильм не шедевраль не ты конечно же не шрек нику инфу панда не история игрушек ничего такого уровнем немножечко пониже но несомненно обладающий большим количеством плюсов первый это экшон экшон очень бодрый зверушки стреляют прыгают гонки на автомобилях прыжки кульбиты выстрелы всякие шпионские гаджеты которые правда не всегда срабатывают но от этого становится только смешнее второй плюс это про смешнее оно смешно местами очень хорошие шутки очень хорошие диалоги сами персонажи прописаны очень подробно и глубоко то есть каждый грабитель у него своя история у него своя дуга характера у него там свои какие-то фишечки да и в речи и в поступках и так далее наблюдать очень интересно не скучно ни разу ну и самый главный плюс мультик учит важные вещи вещи которые не все к сожалению понимают иногда хочется все выкрасить в черное и белое ну некоторые вещи действительно черные и белые некоторые вещи действительно делятся на хорошо или плохо там допустимо недопустимо тут я согласен но очень много спорных моментов которые нельзя вот так вот категорически поместить какой-то конкретный ящик с надписью черное или белое да что надо всегда смотреть вглубь вещей что между черным и белым есть масса оттенков что всегда надо учитывать обстоятельства нюансы мелочи и так далее потому что все это очень и очень важно для принятия решений ну и вообще для ориентирования в жизни ну подобным вещам надо идти учить я считаю надо помнить что и у добра и у зла есть свои причины что добро не всегда ну условно доброе что она не всегда бескорыстное что она не всегда такое вы знаете честно иногда это преследует какие-то меркантильные цели нажива власть доминация ну что то такое да а зло она ну она зло но она не зло без причины всего есть определенная причина это все равно результат какой-то личностные травмы да там детстве не любили еще что-то ну это не оправдывает преступника уголовный кодекс чтить надо всем без исключения но тем не менее преступник не формируется сам по себе он не рождается преступником общество окружение его таким делают в большей степени вот поэтому тоже надо следить за своими детьми да и за собой присматривать тоже не делаешь ли ты прямо сейчас какую-то херню уголовно наказуемую или административно или просто морально неприемлемую кто знает следить надо ну что ж мультфильм плохие парни хороший добротный середняк такой вот твердый смотреть с детишками семьей очень и очень рекомендую не пожалеете ну а теперь к любимому жанру классическому хоррору восьмидесятых тем более это италия тем более это режиссер лучио фульчи город живых мертвецов восьмидесятый год да давно его хотел пересмотреть тем более у меня лежит блюрейка ультра hd качество там 4к переиздание мега картинка доп материалы приехала давно уже из америки я такой блин надо надо все больше не могу терпеть устроил себе праздничный одиночный просмотр без супруги я значит ну там все выключил свет значит ставил диск и просто на полтора часа ушел с головой в это фантастическое зрелище когда этот фильм показывали в америке восемьдесят третьем году до показали в сша на три года позже это в очень порезанном виде потому что цензура конечно просто охренела от количества насилия на экране людям там плохо становилось люди прям уходили из кинотеатра плевались ну то есть это было невыносимо с другой стороны конечно в сша уже на тот момент были и техаска резня бензопилой и последний дом слева но вот такое ультра насилие не пролезала фантастические фильмы я имею виду когда есть какая-то мистика на а здесь лучше сделал вообще никогда не называл свои фильмы ужасов фильмами ужасов он называл их мои фантастические фильмы и я уже наверное задрался говорить про эту итальянскую сновиденческость сновиденческость этот фильм надо безусловно расценивать как сон такой сон вполне бы мог присниться например лично мне часто снятся сны где какие-то другие где меня нет где нет моих знакомых какие-то другие люди я по-другому выгляжу и качествами другими обладая внутренними очень часто у меня такое бывает будь у меня мистическое сознание какое-нибудь я бы подумал про переселение душ прошлые позапрошлые жизни и так далее но я честно говоря в это не верю вот это все приколы разума приколы мозга психики вот в этом можно бесконечно ковыряться но я не психоаналитик не буду этим заниматься интерпретировать сны тем более свои тем более на камеру там такое иногда происходит что ой-яй-яй страшно и стыдно признаваться вот нам показывают спиритический сеанс на котором женщина вешающегося священника в некоем городе данвич привет лавкрафту вот и потом она падает в какой-то обморок и у него происходит смерть клинической смерть все думали что она умерла на самом деле она не умерла ее похоронили заживо и тут ужасно снято господи такая страшная сцена это такая страшная смерть но благо журналист тире детектив ее услышал из под земли раскопал вот и они вместе значит начинают расследование едут в этот город данвич священник повесился и тем самым открыл врата в ад ну и собственно из ада начали вылезать мертвецы причем это не классические зомби они какие-то полупризрачные полумистические и то есть они могут появляться исчезать выглядят они отвратительно ужасно страшно пугающие ну и вообще весь фильм переполнен вот этими вот сценами насилия оно здесь снято настолько реалистично настолько прям я не знаю вот оно столько эмоций вызывает и ты не можешь никуда от этого деться оно еще снято так знаете ну американцы когда снимают они любят там быстрый монтаж спецэффекты звуковые эффекты там склейка вроде бы что-то видел а вот ты не видел но вроде бы и видел и кровишка была ну так далее а здесь нет такие медленные кадры берут парню значит дрелью башку просто просверливают заживо или там девушка внутренности свои выблевывают на свидание ну плюс этот священник всем видится ну и вообще блин самое главное самое мега плюс мега фишка этого фильма не ультра насилие не покойники а вот это пресловутая сновиденчесность потому что вроде герои одни главные потом вроде как и другие нам показывают людей меняются персонажи меняется место действия а логики в поступках нет логики в событиях какой-то вот причинно-следственной связи тоже но она не всегда наблюдается такое ощущение что это не ощущение знаю что это так как и с прочими фильмами лучи фульчи что есть какая-то вот сюжетная основа да ну вот она есть там город врата в ад покойники а дальше мы просто будем очень странную сериалистичную фигню вокруг этого снимать и как бы это зацепит и это цепляет лично меня это цепляет лично меня потому что блин это похоже на сон это это действительно так вот лично мне такое может присниться я уже говорил повторюсь еще раз кино конечно не для всех она специфическая она входит в трилогию на самом деле там даже еще два фильма присутствует это значит седьмые врата ада и дом на краю кладбище вот и город джек мертвецов соответственно все три фильма лучи фульчи надо смотреть обязательно если вы поклонник жанра хоррор причем попробуйте смотреть его вот как я сказал со сновиденческой точки зрения ну и конечно одиночество темнота погружение потому что фончиком под попкорнчик ну а но не сработает она не сработает мне интересно наблюдать как интерес к фульчи к его работам возвращается недавно книга вышла новая мы с моим товарищем эту книгу перевели на английском была я правда не знаю в какой форме это все выпустить я не знаю там зачитать ее значит видеороликах и так далее но персона фульчи не дает людям покой недавно вышел фильм документальный про лучего фульчи вспоминают и как бы хвалят да хотя при жизни ну чаще всего ругали потому что считали вот таким низким говноделом трошаделом вот а судьба у него очень-очень интересная он я уже много раз говорил но я повторюсь для тех кто не слышал он работал с черентана он работал с известными режиссерами сценаристами он сам был долгое время сценаристом но потом его семью постигло несчастье неизлечимо больная супруга покончила с собой и вот что-то у него переклинило и он начал снимать вот эти вот свои фантастические фильмы как он их называл он всегда говорил что во многом он делал это ради денег чтобы прокормить семью чтобы обеспечить дочерей ну вот две дочери и наверное это тоже доля истины а мода на насилие там она в италии всегда присутствовала в жанре джиала например да такой желтый детектив его киноверсия ну отчасти наверное он эпатировал и считал это таким доходным выгодным с точки зрения денег действом да вот такой вот ультра насилия но было что-то еще была какая-то внутренняя глубинная травма внутренняя глубинная боль и он сам говорил что он человек крайне религиозный но не с точки зрения да там воцерковленности или чего-то такого то что он верит в очищение через страдания и его цель показать это страдание на экране то есть все вот эти вот физиологические мучения все вот эта боль а ее там очень много в этом фильме и актеры выглядят довольно убедительные спецэффекты выглядят убедительные вот эти постоянно значит крупные планы глаз героев полных ужаса тоже конечно но делает свой эффект сказать и человек мне кажется пытался избавиться от какой-то внутренней глубинной раны которая мешала ему жить и безусловно эта рана была связана с потерей любимой женщины вот потому что больше он уже не женился никогда и в общем-то ну личная жизнь у него складывалась не очень говорят человек был очень тяжелый вот ну и собственно умер он тоже при очень странных обстоятельствах он был диабетиком но не сделал себе укол инсулина не знаю специально не специально вот умер из обвинения его творчеством никто не интересовался уже только там узкий круг любителей да и вот там тарантино со своей компанией как тарантино стал известным он начал выпускать на дивиди все вот эти полузабытые шедевры в необрезанном виде потому что ну найти в необрезанном виде до двухтысячных годов его фильмы было крайне сложно если вообще возможно потому что но моралисты цензора не конечно они просто охреневали от степени ультранасилия который позволял себе мастер вот но возвращаясь к фильму город живых мертвецов безусловно классика жанра безусловно такая плита могильная до глыба я бы сказал вот в америке он вышел в 83-м году под названием twilight of the dead на сумерки мертвецов да но компания которая выпускала фирмы фильмы джорджа ромера тут же там подала в суд что типа все что мертвецов это все джорджа ромера значит там ночь живых мертвецов рассвет мертвецов тогда и так что не не вот и поэтому в америке этот фильм выходил под названием врата ада а фильм врата ада у луча фульчи это совершенно другой фильм короче там путаница с названиями с локализациями его кино работ в разных странах это потрясающе кино я очень я готов простить все небрежности какие-то сценарные и так далее ну там дело не в них опять же повторюсь сон это все поэтому все простительно все допустимо и все возможно какая-то музыка это вообще отдельно на пластинке купил значит композитор фабио фрици живьем в лондоне они с оркестром исполняли музыку из фильма фульчи это просто то я вот каждый раз слушаю я просто закрываю глаза его падаю на диван и я вижу все эти кадры я как будто бы вот внутри в голове путешествуя по всем этим локациям где где эти фильмы снимались это выход в астрал я бы так сказал короче ребят я могу бесконечно говорить про город живых мертвецов и итальянские фильмы ужасов я бесконечно люблю ну вот могу смотреть и разговаривать и в общем-то ну в этом я что-то понимаю мы сейчас не будем занимать хронометраж мы с вами лучше посмотрим что-нибудь из итальянской классики на стримах на стримах мы смотрим много интересного кино общаемся у нас каждую неделю уже без перерыва такое происходит нужно и классику посматриваем новые фильмы все это подборное обсуждение комментарии всякие смешные и не очень ну короче мне такое нравится я чувствую что вот я не один смотрю а у нас как бы такая ночь кино среди единомышленников среди любителей жанра это здорово я всегда такой мечтал на самом деле город живых мертвецов лучо-фульчи бессмертная классика конечно же посмотрите продолжаем продолжать всякие трэш обозревать мне постоянно гриш ты такие фильмы порой хвалишь на их смотреть невозможно это же вообще кусок дряни по моему чем хуже тем лучше да вот некоторые мне говорят что так вот таким принципом руководствующие руководствующийся но это абсолютно не так ну вы меня смотрите значит каким-то образом доверять моему мнению а я вот могу распознавать где есть что-то а где чего-то нет я это не навязываю я не говорю что я и мое мнение естественно в последней инстанции вот но моя насмотренность скажем так и некие интеллектуальные способности но позволяет мне претендовать на ну какой-то имеющие ценность мнения да назовем это так следующий фильм я хвалить не буду хотя это трэш но вы знаете если фильм плохой я называю вещь своими именами мне нравится и я говорю что фильм сущность 83 года дрянь рейтинг у него 4 3 на кинопоиски на mdb примерно то же самое ну вот но если открыть рецензии которые кинозрители соизволили все-таки написать посвятить свое время этому киношедевру но они там преимущественно положительные ну что типа да трэш ну как трэш хорошо нет не хорошо хотя определенные плюсы есть я не могу сказать что это полный провал то есть положительные моменты иногда видно старание режиссеров мастеров по спецэффектам актеры неплохо порой себя ведут порою не часто вот но в целом конечно такая себе поделка я понимаю почему она забыта практически полностью ее не переиздавали ни в каком виде но это блин трэшательно вот нам показывают маленький городок штате айдаха городок этот славится и живет в основном из-за того что там есть значит свалка радиоактивных отходов там перерабатывать радиоактивные отходы ну глава этой свалки завода по переработке отходов плюс местные власти утверждают что ну все безопасно давайте хотите я вот сейчас там воду попью из озера вот смотрите счете гегера да там вот ничего не звенит ничего не трезвонит а в это время начинает происходить убийство причем явно нападает что-то нечеловеческое какой-то монстр вот казалось что парень там значит мутировал что-то какой-то рыбы местный поел то ли воды из речки напился и жил рядом со свалкой я уж не помню точно причину вот это не важно важно что он превратился в неведомую херню бабайку это неведомая херня бабайка может принимать жидкую форму она прям разжижается как этот когти тысячи только не так эффектно а потом собирается такую полу годзиллу полу какую-то неведомую херню кстати довольно неплохо сделанную но проблема в том что вы эту мега херню увидите только в конце фильма там буквально последние 15-20 минут до этого будет какая-то жидкость значит нападать на местное население ни с того ни с сего вот и все ну и какая-то зеленая слизь будет оставаться после этого нападения на трупах значит и вокруг место преступления на самом деле я даже думаю что неплохо что монстр не показали сразу но его показали все же мало 15-20 минут это но маловато мне кажется во вторых саспенс это хорошо да там загадка кто же убивает что это за херня такая неведомая которая там нападает на людей из кустов но игра актеров качество спецэффектов операторская работа музыкальное сопровождение но она все такое плохое а на самом деле что ну ты этот саспенс просто мимо ушей начинаешь пропускать мимо мозга мимо души мимо сердца и просто вот обращаешь внимание на эти коряги вот эти факапы вот эти вот косяки знаешь какие-то недоделанности очевидные технические причем причем порой это видно что-то какое-то наплевательское отношение да что но фильм не пытается быть чем-то другим он не пытается быть лучше со своим бюджетом и со своими возможностями такой контрпример это какие-нибудь демонические игрушки до начала 90-х тоже из говна и палок фильм собран он дешевый блин там эффекты но не то чтобы какие-то выдающиеся ну там смотришь на одном дыхании при том что фильм остается трэшем и он как бы говорит да я трэш ну ты посмотри какие как мы талантливо тут нагоняем саспенс да посмотри как мрачно получилось да мы и пошутить тут можем когда бешеный плюшевый медвежутка нападает на людишек вот все такое здесь этого ничего нет я не заметил ни старания не какой-то эмоциональной вовлеченности неплохая задумка на самом-то деле маленький город вот от местной радиостанции знать как фильме туман карпентера тоже там была радиостанция вот который как-то ну помогает погрузиться в атмосферу маленького города да что вот у нас такая-то погода а фермеры там пошли собирать урожай а там у мисс марпл там готовятся какие-то булочки в ее кофейне там заходите обязательно сегодня скидки ну то есть вот понятно что этот город маленький какой-то живущий организм живущий своей жизнью по своим правилам и здесь вроде бы есть попытка это сделать но потом техническая криворукость вступает в дело ну и все проваливается конечно игра актеров но это вообще это даже нет слов но настолько неубедительная настолько плохая какие-то значит моменты спецэффекты вполне себе норм ну вот например да давайте я вам покажу вроде ничего сделан да страшно но какие-то моменты прям ну просто прошляпим я бы так сказал прошли плиты профилонины о советует такое вам не буду ну я посмотрел по фану в своей коллекции он даже оставлять не буду хотя как такой энциклопедический экземпляр экспонат на кино трэша своего времени может быть может быть а в любом случае я напомню что все фильмы о которых я рассказываю их можно скачать посылки с яндекс диска и вся выкладываете киношки в хорошем качестве чтобы вы не искали по которым трекером там не сидели не ждали раздача вот с этим фильмом придется подождать потому что ну не популярная херня честное слово вот у меня может сразу скачать ну и посмотреть ну по фану да ну и если вы человек увлекающийся подобным может быть вам и понравится всем остальным но я такой рекомендовать не могу существо просмотр следующего фильма обусловлен тоже частыми вопросами на стримах типа как тебе японский хоррор смотрел ли ты то смотрел ли ты все на таких случаях отвечаю честно что смотрел мало смотрел то что у всех на слуху и она мне ну не очень нравится ну исключение может быть проклятие да вот люблю там отдельные фильмы из этой серии звонок оригинальный да простят меня любители японских хорроров ну мне американский нравится гораздо больше ну тот что снял горы вербинский да вот первый самый вот слишком они какие-то специфические эти японские хорроры медленные странные я причем не то чтобы там дата плюс динамику я люблю слоу-бернеры это прикольно по-своему это позволяет погрузиться сильнее но с моей русской душой это как-то не всегда сочетается я просто не всегда понимаю что мне хотят сказать я чувствую что разыгрывается какая-то драма причем ну такая глубинная сложная раздирающая там прям тельняшка должна рваться на груди японцев и японок но на моей груди ничего не рвется ни тельняшек не футболок ничего вот и вот фильм темные воды я посмотрел по вашему совету сказали что вот ты не видел пульс ты не видел значит темные воды но считай что японский кинематограф знаешь плохо причем пульс и темные воды я видел американские версии пульс смотрел недавно относительно так фончиком ну как недавно месяц назад до а темные воды я смотрел с этой с дженнифер коннеле там неплохой фильм на самом-то деле но очень средний типичный такой хоррор середина нулевых выкрашенный но либо в синий либо в зеленое в данном случае все зеленое включая одежду героев там зеленые стены я короче если спросите меня что ты помнишь про американский фильм темные воды я скажу что он зеленый я вспомню я помню что она какая-то драма была и вроде бы даже ну такая душащипательная сама по себе японский фильм другой он абсолютно другой и действительно он лучше с моей точки зрения он интереснее он загадочнее он интригует своей какой-то вот необычностью и опять же повышенной эмоциональностью в конце то есть сначала фильм довольно сдержанные эмоции нам показывают мать и дочь мать пытается дочь оставить себя но семья в состоянии развода вот муж хочет забрать дочь себе не мать значит находит какое-то такое недорогое жилье они переезжают в кондоминиум там такой многоквартирный дом такой потрепанный очень сильно вот у них течет крыша в смысле на потолке плесень влага и девчонка значит там как-то забегать на крышу находит портфель выясняется что он два года назад пропала девочка вот ну в общем девочка начинает видеться начинает появляться вы можете сказать что это вот девочка с длинными черными волосами типичный такой японский прикол да да но здесь этого не так много здесь это не нарочитое здесь это не главное это очень интересная аллегория на семейную драму здесь нам показывают проблему брошенных детей безответственных ради проблему безответственных родителей проблему разрушенных семей проблему когда ребенок без защиты абсолютно когда на ребенка всем плевать и это ужасно ужасно я считаю что некоторым просто не надо заводить детей что такое не случалось вот но тут действительно трагедия девочка погибла при страшных обстоятельствах и нужно мама несмотря на то что она призрака хочет обрести покой и нужен родитель нужен кто-то кто защитит а дети нуждаются в защите своих родителей ну это конечно такая тема щипательный фильм очень печальный а в конце он становится невероятно печальными если вы большую часть он довольно такой сдержанный и отвлекающие зрители на какие-то мистические события на детективную составляющую какую-никакую да на аттракцион ужасов да что там вот призрак мелькнул девочки еще что-то случилось водичка потекла что-то привиделось там может быть даже скример какой-то про ну проскочит время от времени вот но потом все превращается в печальную такую душа щипательные сердце сжимательную драму музыка меняется радикально то есть очень много струнных инструментов скрипки виолончели все кроме играть такую трагичную мелодию и вот мать жертвует собой и девочка потом возвращается уже повзрослев в этот дом и видит призрак матери и общем то он все вот все вот прям такое трагичное до невероятных масштабов до невероятных масштабов сейчас на спойлер вам тут рассказал полфильма и рассказал концовку но не думаю что вы что-то потеряете от этой информации не думаю что фильм от этого станет хуже я считаю что не это главное главное на эмоциональном уровне прочувствовать темные воды замечательный японский фильм я вот прям все в коллекцию с удовольствием его скину хочу купить на блюрейке хочу чтобы он у меня был хорошем качестве на полке в интересном издании потому что достойное кино сожалению в этот раз американцы сделали ну просто какую-то одноразовую как презерватив поделку начались она вроде бы сюжетно повторяет да практически один в один но эмоционально даже не рядом честное слово но я решил пересмотреть американский американскую версию я пересмотрю и честно вам скажу может быть с прошествием лет а последний раз я смотрел когда она вышла это будет 2005 примерно вот ну прошло почти 20 лет можете сейчас посмотрю и что-то для себя нового открою и скажу вау да ошибался посмотрим ну на дженнифер коннелли поглядеть всегда приятно на хоть и худощава но очень уж мила с собой очень уж милая личико и глаза все ребят темные воды 2001 года японский это даже не хоррор это просто очень серьезная глубинная сердцераздирающая драма если вы готовы такому вот эмоциональному приключению готовы всплакнуть а я практически сплакнул хотя я это вообще странно но я не то что чтобы но я вообще эмоциональный довольно таки человек хоть я этого не люблю показывать ну а здесь просто все плачут и такая трагедия музыка играет я даже головой не совсем понял почему я так расчувствовался но это конечно трагичная история но но бывает такое да и в жизни такое происходит ну слава богу не со мной не с моей семьей но там в новостях там надо такое читаешься а здесь она подогревается и драматургии музыкой и сменой планов и цветокоррекции там и все на свете ты и все плачут и такой тоже блин и сейчас заплачу щас заплачут но я не заплакал я не заплакал не знаю стоит ли этим гордиться мне кажется наоборот ну в общем ребят все я заканчиваю темные воды посмотрите не пожалеете название следующего фильма вы видите это фуриоса хроники бешеного макса да как-то так хроники безумного макса так у нас это перевели окей но мэдмакс сага да все верно меня постоянно спрашивают там понравилось не понравилось тоже ну а это главная новинка наверное это лето да кино новинка и что вам сказать я не был давно так разочарован я не то что у меня там были завышенные ожидания но я помню что что было в 2015 году когда вышла дорога ярости я честно я не поклонник франшизы бешеный макс но мне нравится там первые два фильма второе особенно нравится ну третий ну так уже конечно соу соу я ничего не ждал от фильма 2015 года наверное поэтому когда мы с ксюша сходили в кинотеатр мы конечно вышли охреневшие что это было полтора часа просто как одна минута там слов по минимум сплошные погони и очень много эмоций при этом выражается да за счет взглядов за счет какой-то вот мимики жестикуляции блин так круто там все сделано здесь же конечно печалька хронометраж почти три часа много разговоров много расширение лора скажем так нахрена она здесь нужно ну нам здесь рассказывает про детство молодости юность вот этой вот суровой женщины напарницы безумного макса одна рукой собственно здесь мы увидим ее истории и увидим как она потеряет эту руку как она здесь будет мстить убийцы своей матери ох ребят ну ну что-то совсем плохо давайте по порядку вот что мне не понравилось совершенно во первых бросающиеся в глаза графика и видно она плохая ну то есть на какие-то фотошопная но нарочитые все эти фаны нарисованы ну извините меня это блокбастер и 2024 год я пойму ты мне сейчас может сказать что он ты хвалишь какой-нибудь город живых мертвецов где все гораздо хуже но она ведь и не претендует да а это же блокбастер черт возьми там попкорн должен сыпаться вниз из открытых челюстей но вот от такого аттракциона начата аттракциона не получилось такие себе американские горочки дальше музыка я сначала грешил на русскую дорожку на русскую озвучку очень там наши эти пиратские переводят лы похерили включил английскую дорожку начали смотреть на английском субтитрами да нет тот же косяк музыки как будто бы нет ну ее просто мало она и причем слушать она врать та же самая но как-то так интересно все сведено интересно в кавычках в плохом смысле этого слова что ну вот начинается баталия начинается погоня и присутствует ощущение что она в тишине происходит все шумы куда-то задвинута да как будто вот ну такой эффект присутствует как будто оглушила снарядом взрывом снаряда но при этом свиста нет но все звуки очень-очень глухие и так как будто знаете какой-то шок у зрителя да как если бы он присутствовал при этих событиях и он был контужен оглушен шокирован и не мог звуки нормально распознавать вот где же музыка потом где-то в середине каждой гоночки баталии вступает музыка да музыка хорошая но вся музыка сводится к ритмическому биению барабанов до такому воен какого-то первобытного вот хорошее музыкальное решение она была и фильме 2015 года но тому было больше она как-то было уместнее здесь она то появляется то почему-то исчезает короче к звуку к музыкальному решению к шумовому решению фильма ну очень большие вопросы но я вот как зритель я это заметил а я замечать подобных вещей не должен я должен просто вот садиться в эту машинку на американских горках меня должно катать там полтора часа черт возьми а не три ну да ладно игра актеров ну я как-то не очень хорошо отношусь к работе а не тейлор джой да ну не знаю ну там шахматистку она играл мне не понравился сериал дурацкий мне кажется ее актерские таланты сильно преувеличены здесь она смотрится вполне себе лаконично я думал мне не понравится нет она играет она вот ну справляется видно что все выучил подготовилась то есть пытается быть такой брутальный серьезный но что-то не так ребят я вот сейчас не буду не знаю как-то вот пытаться высосать из пальца да вот лишь бы что-то плохое сказать она хорошо работает она профессионал это видно она справилась но шарлиз стерон в фильме 2015 года с гораздо меньшим количеством слов одними взглядами жестами выражала больше эмоций с моей точки зрения может быть ну я что-то не понял потом персонаж криса хэмсворта но тоже колоритный ну тоже он очень талантливый актер этого не отнять хорошо играет тор молодец но кажется по половину бюджета фильма ушла на зарплату потому что чем со спецфектами в этот раз не густо есть неплохие гоночки да неплохие баталии смотришь вроде да впечатляет но все равно нет такой динамики нет такой плотности нет правильного менеджмента хронометражом фильма он очень затянут вот эти все моральные метания переживания но они очень голливудские дурацкие с другой стороны но это банально что можно ждать от фильма от блокбастера до каких-то серьезных там мысленных душевных изысканий конечно нет мы хотим просто поразвечься если вы сможете если вы настолько талантливые авторы что вы сможете крутить в это какую-то ну духовную эмоциональную глубину ну что же остается только поаплодировать фильме 2015 года ооо получилось же получилось черт возьми с меньшим хронометражом с меньшим пиздежом простите меня за мат вот но все смотрелось целостнее лакомичнее динамичнее просто круче может быть кто-то со мной не согласится потому что в чатах на стримах я обратил внимание люди хорошо высказываются в целом гачку фариоса фариоса понравилось но мне не понравилось своей коллекции не оставлю смотреть больше никогда не хочу ну собственно сборы при бюджете в сто шестьдесят восемь миллионов собрала сто шестьдесят как бы не я один такой да даже если вы со мной не согласны как развлечение на один вечер вот я с женой смотрел там что прижались друг другу прикольно там с любимой девушки до потискал и и и там смотришь ну боевик что-то взрывается потом бессмысленный разговор начинается можешь отлечься по взаимодействию с любимой женщиной это прекрасно вот но так вот с точки зрения кина да там получить удовольствие как от кинопроизведения у меня не получилось от фариоза по-моему весьма проходная дрянь смотреть или не смотреть решайте сами ну что ж друзья это все фильмы о которых я вам хотел рассказать не знаю какое время суток у вас у меня уже сколько там пять утра надо ложиться спать завтра на работу но люди просят высказаться о просмотренном и мне нравится если честно мне нравится так вот сесть на камеру о чем-то поговорить ненавязчиво невзначай вот под чаек беру пример станислава андреевича купился термос теперь для подобных видео для стримов прекрасно вообще заходит чай всем пить советую прямо чай хорошо становится и голова лучше работает и вообще просто чай это круто спасибо что смотрели спасибо что остаетесь со мной спасибо что поддерживаете и морально и финансово я это очень очень ценю и очень крутые я правда многими из вас восхищаясь молодцы ненасмотренные наслушанные я общаюсь с вами на стримах и в комментариях и в тележке в чатике кстати кто еще не присоединился присоединяйтесь я удивлен сколько хороших замечательных приятных чудесных людей вокруг я прям ну знаете я что такой депрессивный всю жизнь там из дома не выхожу дома работаю там вот все люди отстой а я вот такой замечательный д'артаньян меня никто и не понимает на самом деле нет вы очень хорошие много среди вас замечательных достойных людей я горжусь тем что вы мои подписчики что вы со мной что вы меня смотрите прислушивайтесь к моему мнению что она для вас важно знаете что и ваше мнение и ваши советы очень для меня важны я все что советуете записываю вот в эту тетрадочку вот у меня тут теперь миг и но никнейм и что посоветовали конкретно вот и смотрю и слушаю по мере возможностям по мере наличия свободного времени спасибо вам большое искренне увидимся с вами очень скоро на стримах мы будем видеться с вами часто сегодня вечером планирую почитать книжку усыпить вас своим голосом будем читать я не знаю что нибудь такое лавкрафта какого-нибудь например может быть от гора по не знаю пока еще не решил но мы что-нибудь обязательно придумаем ну как минимум мы просто приятно поболтаем под расслабляющую музыку ну а на следующей неделе у нас будет музыкальный дайджест и кино дайджест и всяческий другой дайджест подписывайтесь ставьте лайки и колокольчики ну и все что там модные блогеры обычно говорят вот вы все это знаете лучше меня дарю лучи тепла добра и любви вы крутые скоро увидимся пока и